Мы обязаны с вами все сделать, чтобы защитить наши народные предприятия. Поэтому я официально вручил президенту на встрече свое открытое письмо, которое обнародовал как протест против того, что преследует полицейщина. Весь анализ по судебным искам за два года против совхоза тысячу судов прошло. И по делу Платошкина в ближайшее время будет апелляционный суд. Мы обязаны максимально помочь, чтобы развернуть его в другую сторону. Это ненормально, когда за слова начинают шить по несколько лет домашнего ареста или условно. Это ненормально. Еще в свое время Екатерина II сказала, слова упрек не уменяются. Только действия. Только действия. Действий не было, а за слова никто не дает тюремные сроки. Только у нас, видимо, такая петрушка творится. Поэтому мы должны максимально помочь и поддержать. Все без исключения должны быть отмобилизованы. Если будет и дальше наезды на коллективные предприятия, на руководителей движений, массово организованно и дружно сопротивляться. Формы сопротивления хорошо известны. Штаб протестных действий отрабатывает. Индивидуально у каждого есть возможность. Или сидеть отмолчаться, или резко включиться в защиту и поддержку наших товарищей коллективов. Это принципиальная вещь. Если бы меня в свое время не поддержал, бы Бондарев с Союзом писателей. Вот Баранова знает. Пригласили, присвоили школу, премию. Я говорю, я не писатель. Это, говорит, вам будет защита. Уже на 10 лет дело сфабриковали. Пришел Говорухин с Кобзоном. Сказали, у нас каждый день есть аудитория, микрофон. Мы возвысим свой голос. Мои земляки, орловцы, 60 трудовых коллективов, выдвинули почетным гражданинам. Как не ломали их, ломали на прополу. И посылал Ельцин таких там барзописцев. Ничего не случилось. Ничего. Ни один не сдался. Все дружно принялись. Я в докторскую защищал в МГУ. Сказали, ты не защитишься. Пришли там, 5 часов мяли. Тем не менее, в темную, все 19 ученых, академиков, все проголосовали, присвоили звание доктора философии. Это зависит от каждого. И нам надо включаться в эту дружную защиту. Продолжение следует...